Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. 11 месяцев знакома с молодым человеком. Сначала мы были в свободных отношениях около 6 месяцев. Мне было очень некомфортно, я была ему верна, влюбилась и привязалась к нему. Потом на 3-4 недели он меня бросал, вступил в отношения с другой. В январе мы возобновили общение и в феврале он предложил начать встречаться эксклюзивно, то есть не спать с другими женщинами, а только со мной. Но в отношениях регулярно идёт пренебрежение мной в пользу подруг, они ночуют у него, он выкладывает фото с ними. А когда я говорю, что мне это все не нравится и ссоры, сын говорит, что я абьюзер, душнил и что нам надо расстаться. Сейчас у меня дома нет горячей воды, я просил исполнить, он не разрешил. Только приходить пару раз в неделю. В то же время к нему приехала эта подруга, он знает её месяцев пять, но она уже в тот раз гостит у него за полтора месяца. Он выкладывает с ней фото, хотя в прошлые два раза у нас уже был скандал. Со мной он не делает постов. Хотя у нас есть общие фото и я не менее красивая, чем она. Почему так, как мне быть, я очень несчастный, чувствую себя ненужной и думаю о смерти. Что мне делать, мне очень плохо. Смотрите. Аноним. Я вам сочувствую. Сочувствую вашей ситуации. А вот, понимаете, как бы человек делает то, что вам не нравится. Вы говорите, что вам плохо. Вот, скажите, а от чего вам плохо? Что в этом самого плохого, самое плохое в этой ситуации для вас? Вот. Потому что, понимаете, психологи не говорят, что делать. Не даём советов. Помочь вам в рамках, например, письменного ответа или в рамках аудиоответа, в моём случае, может быть, ещё кто-то искал их. А запишет вам аудиоответ. Не представляется возможным. Понимаете, какая история. А если мы вам сейчас вот скажем, например, что, к примеру, ну вот, что мужчина ваш плохой, да, что выбрали вы вообще не того мужчину, что, вот, как некоторых, тут вот мои коллеги написали, что он вами пользуется, да, и так далее. И вот вы достойны, вы достойны лучшего и прочее, прочее. Вот. Ну, вы же, наверное, сами понимаете, что, ну, что, скорее всего, скорее всего, а, так это не работает. Понимаете? То есть, ну, вы же, наверное, сами понимаете, что, если вы, вот, до сих пор с человеком, да, если вы до сих пор с ним, если вас, вот, все его, ну, все его поведение по отношению к вам не отвернуло, да, не отвратило, к примеру, то, ну, просто нужно понимать, что, что вам, вот, вам, а, как бы, ответы наши, именно ответы, ну, на мой взгляд, не помогут, вот. В этом смысле. Понимаете, какая штука? Потому что, вот, смотрите, главный вопрос, который я хочу вам задать. Как? То, что вам плохо, связано с тем, что делает мужчина. Вот. То есть, как у вас это связывается между собой? Вот каким образом у вас это связывается между собой? Как на вас влияет вот то, что делает мужчина, да? Как вот на вас это влияет? Вот. Понимаете? Какой, какой, какой здесь, какой, какой здесь нюанс? Вот. Вот до тех пор, А, пока вы не увидите вот эту связь, именно связь, как вы реагируете на его действие, на его действие, вот. Как получается, что вы ссоритесь, да? Ну, вы же ссоритесь с ним, вы об этом, вы об этом, по сути, прямо говорите, что вы ссоритесь с ним. Вот как так получается, что вы ссоритесь, как так получается, что вы, по сути, терпите вот это, терпите вот это все его поведение, которое вам не нравится. Вот пока вы этого не увидите, ситуация не, не будет изменяться. Сейчас, сейчас вы видите проблему в том, как ведет себя молодой человек. Вот так, вот, вы, вы обижаетесь на него, вы, ну, говорите, что вы несчастны и так далее. А можете ли вы, можете ли вы увидеть, в данном случае, что как будто бы для вас молодой человек, является, сейчас, единственным смыслом жизни? Вот, мой, мой вопрос, мой вопрос вам заключается именно в этом. Вот, можете ли вы увидеть то, что, ну, вот, то, что для вас мужчина сейчас представляет абсолютно единственный смысл жизни? Вот, что делает вас несчастны, что делает вас несчастны, что приводит к тому, что вы хотите, ну, что вы думаете о смерти. Вот, нет, не совсем, конечно, из-за этого вы думаете о смерти, но тем не менее, тем не менее, тем не менее, вот. И вот, скажите, пожалуйста, вот, как вы сами считаете, как вы сами думаете, это нормально, что, что, вот, ну, что, что это вот так? Как вам кажется, само, само, нормально ли, вот, так себя обесценивать? Как это делаете вы? Вот. Понимаете, да? А вы говорите о том, что вы в него влюбились и привязались к нему. Вот. Очень важный момент здесь заключается в том, что для вас любовь и привязанность, во-первых, идет рука об руку, и второе, это то, что вы чувствуете боль, ну, вот, вам, вот, больно, отнюдь не потому, что вы любите человека. потому что любовь, это принятие, безусловно, человека. Или непринятие каких-то его аспектов, да, вот, ну, непринятие каких-то его, каких-то его моментов, вот, ну, значит, ну, грубо говоря, взятие на себя ответственности, взятие на себя ответственности, да, то, что вы не принимаете, ну, то, что вы не принимаете, да, получается, какие-то его, ну, нюансы, вот. Это нормально, если вы не можете или и не хотите что-то принимать. Вот. Это абсолютная норма, норма, абсолютная норма, что что-то вы не можете или не хотите принять. Вопрос здесь немножко в другом, как как мне видится, в том, что вы воспринимаете это, да, вот, на свой счет. Вот. Понимаете? Вот. Вы воспринимаете это на свой счет, вы видите это в негативном свете, именно вот в смысле того, что это как-то характеризует вас. Не отдаете себе отчет и не замечается то, сравниваете себя с другими девушками, говорите, что я не менее красивая, чем она. Понимаете? То есть вас это бьет по самооценки. И ваша привязанность к человеку вполне возможно исходит из этого, из того, что у вас есть сложности, у вас есть трудности с самооценкой. И вот в этом направлении можно и нужно работать. То есть смещать а фокус сейчас все мужчины на вас. А я-то что? А я-то как? Куда я иду? к чему я сейчас стремлюсь? Как я себя воспринимаю? Как я к себе отношусь? Понимаете? Вот. А вы этого всего ничего не делаете, потому что полностью поглощены мужчины. и то, что вы полностью поглощены мужчиной, говорит о возможной зависимости вашей от него, любовной зависимости вашей от него в том числе. Понимаете? Вот. Про любовную зависимость вы можете почитать сами. Но, на мой взгляд, проблема здесь вот как я ее описал. Пока. То есть, вам что-то не нравится, вы это терпите, пытаетесь человека изменить. Дальше. Вы говорите, я к нему привязал. привязал. Вот интересный момент. Что вы вкладываете ну вот буквально, буквально, что вы вкладываете в то, что вы к человеку привязались. То есть, что такое привязка к человеку? как эпо. Буквально, буквально, все буквально. Вот. Все буквально. Как это? Вот. на это вам нужно обратить свое внимание. Потому как если вы говорите о том, что вы к нему привязались, тогда означает, что некоторые ваши попредности сейчас плотно завязаны на нем. Вот. Ну и соответственно нужно увидеть какие это попредности. Вот. посмотреть лифля, как вы можете их реализовывать. Вот. Как вы могли бы их реализовать? Своей потребности. По-другому. По-другому. Вот. Если не получится реализовывать молодым человеком. А вот у вас уже вы здесь сталкиваетесь с агрессией. Вот. А то, что вы как-то думаете о смерти, это агрессия в данном случае. И это нормально. Вот. В том, что происходит. Потому что получается, что вам не пренебрегают, вас обесценивают на регулярной основе. А вот. И естественно, вы злитесь. Злитесь. Но обратите внимание, куда ваша злость направляется. Вот. что бы я порекомендовал вам сделать, что бы я порекомендовал бы исходя от того, что можно, это в первую очередь ваши мысли о смерти, которые у вас есть, перенаправить на кого-то. Ну, вот, может быть, даже на молодого человека. и просто представить себе историю, такую историю, представить себе такую историю, вот, как бы это происходило бы. Да? То есть, ну, вот, какие у вас фантазии могли бы быть в этом смысле. Да? Вот. И праздничество, ну, праздничество, то есть, в красках, вот, в красках, это попредставлять, скажем так. вот, я думаю, что, вот, это, то, что могло бы, в известной степени, вот, это могло бы вам помочь. Вот, только в известной степени, повторюсь. Потому что, полностью, чтобы вам, снять, так скажем, проблему. Вам нужно работать с психологом, в данном случае, вот, получается, ну, очень вероятно, на регулярное. Вот. Да? То есть, опять же, если мы говорим про помощь здесь и сейчас, вот, о которой вы, ну, которую вы, вот, озвучили, что вам нужна помощь здесь и сейчас, я вас, я вас прекрасно понимаю, что вы хотите такой, такой, ну, такой помощи. Вот. Так вот, если вам нужна помощь здесь и сейчас, то что здесь и сейчас, выберите себе психолога и начните с ними индивидуальную работу. Вот. Как бы. Вот. Вот на этом, в принципе, я думаю, и можно вам закончить мой ответ, в принципе, потому что сказал я уже по большому счету все, вот, что хотел на данный момент. на мой взгляд, пока, что этого достаточно, ну, более чем достаточно. Желаю вам всего самого доброго, буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать над собой, над собой работу. Обращайтесь, удачи вам. Субтитры создавал DimaTorzok